Уважаемые коллеги, позвольте вам представить доклад, который мы назвали «Успешный случай лечения тяжелой дисфункции почек при синдроме лизиса опухоли у ребенка с острым лейкозом». Целью доклада явилось обратить внимание на возможный ураганный характер развития синдрома острого лизиса опухоли. В общем и целом, следует сказать, что в практике врача-реаниматолога, который, как мы, работает в онкологической клинике, бывают, ну помимо, собственно говоря, реаниматологических вот таких ситуаций, обычных, да, как типа там сепсиса, допустим, тромбоэмболия, легочных артерий, бывают и специфические вот такие онкологические урагентные ситуации, требующие вот нашего вмешательства, и к ним относятся, в частности, вот этот синдром острого лизиса опухоли. Вот здесь дано его определение. Значит, синдром острого лизиса опухоли – это критическое состояние в онкологии, да, вызванное спонтанным, либо индуцированным специфической терапией острым массивным цитолизом опухолевых клеток, с высвобождением антоклеточных компонентов и характеризующихся метаболическими изменениями, острым повреждением почек и приводящая к жизнеугрожающим ослаждениям полиорганной недостаточности. Ну, вообще, синдром лизиса сопровождает, собственно говоря, любую эффективную химиотерапию, потому что, по сути, это что? Это когда в кровь поступают продукты распада клеток опухолевых, да? Вот здесь проведена классификация Каира Бишопа, так называемая, да, он бывает разных степеней, разной степени выраженности, но нас, как ренематологов, интересуют, соответственно, критические, наиболее драматические текущие ситуации. Наиболее часто СОЛО, синдром острого лизиса, встречается при гемобластозе, как мы уже говорили, лимфопролиферативных опухолях, которые характеризуются высокой скоростью роста, и чувствительностью к химиотерапии. В частности, при остром лимфобластном ликозе, про который мы будем говорить, частота возникновения СОЛО составляет, по некоторым данным, от 5 до 23%. Ну, при тяжелом течении СОЛО, повторяю, может потребовать проведение даже эфферентной терапии, то есть, по сути, это состояние выраженного эндотоксикоза, когда органы выделения, прежде всего, почки, попросту говоря, не справляются, и может потребность, соответственно, возникнуть в частности проведения диализа. И, по некоторым данным, необходимость его проведения при СОЛО составляет около 12%. Теперь об остром лейкозе. Значит, острый лейкоз, в данном случае острый миилобластный лейкоз, характеризуется тем, что в крови пациента появляется вот такое большое количество таких незрелых белых кровяных телец, бластов, которые могут вызвать, ну, соответственно, так называемое бластное пропитывание всех, в общем-то, органов и тканей. Характеризуется разными симптомами вот здесь, да, ну, в тяжелом случае может потребовать, соответственно, то есть требует ургентного мероприятия онкологических, то есть введения химиотерапии по экстренным показаниям. Здесь следует, так сказать, оговориться, что при своевременном начале лечения выживают около 85% детей, если мы о детях говорим, да. То есть острый лейкоз нельзя относить к таким уж фатальным онкологическим заболеваниям, если так можно выразиться. Он вполне успешно лечится химиотерапией, дети потом эти вырастают, живут полноценной жизнью и так далее. Вот еще раз хотелось бы указать. Ну, хотелось бы, чтобы пациент к нам попал на, возможно, ранних сроках заболевания, продиагностировать его, отловить диагностически, так сказать, раньше, если можно так выразиться, но не всегда это возможно. Иногда он к нам поступает уже при глубоком таком опухолевом поражении, да, при этом самом бластном пропитывании, уже в тяжелом таком состоянии ослаблен. Тем не менее, это не должно быть препятствием для проведения ургентной химиотерапии. То есть, повторяю, противопоказания для ургентной и агрессивной химиотерапии при остром лейкозе нет, пациент может быть в каком угодно тяжелом состоянии, в коме на ИВЛ, на диализе, пока опухолевые клетки не будут убиты. Ну, все наши действия, в общем, обречены на провал, грубо говоря, носят характер симптоматической терапии. Ну, при этом мы должны быть готовы к тому, что возникнет состояние такого массивного эндотоксикоза, в кровь поступят продукты распада клеток, какие прежде всего? Соли калия, да, гиперкалиемия возникнет, которая может повлечь за собой развитие, там, нарушения ритма сердца, прежде всего, нарушения проводимости, всем известные. Далее возникает, что поступает в кровь, так называемое, пуриновое основание, гиперурекемия, мочевая кислота повышается. Растворимые соли мочевой кислоты в каналицах почек могут выпасть в осадок, вызвать их обструкцию. Да, ну, это является одним из основных звеньев острого повреждения почек по синдроме острого лизиса. То же самое, фосфаты поступают в кровь, вызывают кальцио-фосфатный дисбаланс. Опять же, соли кальция пропитывают вот эти вот конгломераты в почечных канальцах уриновые и способствуют вот обструкции почечных канальцев. Ну, здесь, повторяю, вот приведен вкратце патогенез, острого повреждения почек при соли, это уратная нефропатия и нефрокальциноз. Вот здесь вот почки нашего пациента, про которые будем рассказывать, пораженные бластным пропитыванием тем самым. Ну, наиболее опасным, так сказать, драматическим звеном соли является гиперколемия, как мы говорили. Вот когда мы видим такую вот страшную вот эту пилу на ЭКГ, да, на мониторе, ну, понятно, что развязка близка, надо срочно что-то делать, проводить, так сказать, корректировать гиперколемию. Ну, или переходить к диализу, да, потому что в противном случае остановка сердца может наступить. Лечение сола. Ну, золотым стандартом лечения профилактика сола, вот онкологи называют это форсированной, называют это изотоническая гипергидратация, мы называем форсированный диурез, да, в ренематологии. Ну, суть такая, значит, необходим повышенный объем инфузии, вот здесь 2 мл, диурез должен составлять 2 мл на килограмм в час, а начальный объем жидкости 3 литра на метр квадратный в сутки, это для детей, да, половина глюкозы, половина физраствор. Ну, задача иммобилизации токсинов в канальцах почек, чтобы их разбавить и вымыть наружу, да. При этом необходимо проводить вот небольшую такую стимуляцию, хорошо бы лазиксом, небольшую. Ну, далее вот есть такой аспект, называется локализация мочи, то есть соды введения. Сейчас этот аспект подвергается пересмотру, вот, ну, ранее считалось, что вот введение соды способствует растворению уратов, этих самых канальцах почек, да, улучшает почечный кровоток, способствует переходу калия в клетку, стабилизации миокарда и так далее. Вот такой препарат из сиалопуринол, он гибирует образование мочевой кислоты 10 мг на килограмм в сутки. И разбориказ, вот препарат, который до сего времени, в общем-то, насколько я знаю, в Российской Федерации не зарегистрирован. Ну, это то, что касается вот консервативного лечения синдрома острого лизиса. Ну, особо опасно, повторяю, гиперкалиемия, лечится она по общим стандартам, 10% глюкоз с инсулином, калий загоняет в клетку, да. Антагонист кальция, 10% кальций, калий, 10% кальций, глюконат. Опять же, небольшое количество фуросемида. Хотелось бы подчеркнуть, что вводить фуросемид и, собственно говоря, эту консервативную фазу лечения соло необходимо продолжать только до определенного предела. Потому что, как всем известно, нельзя стягать загнанную лошадь. Да, надо вовремя переходить к эфирентной терапии, поскольку почки и так уже задыхаются. Да, мы еще их и больше стимулируем. Ну, вовремя надо останавливаться с консервативным лечением. Ну, показания к проведению гемодиализа при соло, в общем-то, сильно не отличаются от таковых. В общей нефрологии гиперкалиемии больше 7, гиперфосфатами, повышение кальцинина, понятно, там вот по классификации Райфл повышение кальцинина больше 378 миллимоль на литр является показанием к проведению диализа. Ну, повышение мочевой кислоты. Ну, у нас для диализа используется для заместительной терапии почечное использование уже в течение ряда лет, больше 10. Уже, пожалуй, аппарат, вот раньше был диапак такой, немножко камеры такая устарелая версия, а сейчас появился новый призмофлекс. И отделение его осваивает. И перед вами выписка вот из истории болезни, посвященная нашему клиническому случаю. Это ребенок 8 лет, Вадик Баев такой, который находился в отделении химиотерапии комбинированное лечение злокачественных опухолей у детей в 16-м году. Основной диагноз поступил он, острый лимфобластный лейкоз с поражением переднего средостения почек, индукция, то есть химиотерапия была начата по протоколу вот АЛМВ-2015. Осложнение, синдром острого лизиса опухоли, ну и гемодиализ, понятно, да? Ну, из-за анамнеза заболевания пациент, самый из города Великие Луки, до этого некоторое время обследовался по поводу болей в животе, тошноты, рвоты. На рентгенограмме отмечалось увеличение размеров средостения. По данным УЗИ органов брюшной полости увеличение, соответственно, размеров почек. Ну, взяли анализ крови, когда-то там, значит, обнаружили бласты больше 50%. Ну, и отправили к нам, вот, и, естественно, уже при большом опухолевом распространении, то есть, пришел он, правда, своими ногами еще, состояние его было относительно удовлетворительное, хотя и ослабленное, понятно, не очень он ходил хорошо и так далее. Дышка была в клинические признаки, повторяю, выраженного опухолевого распространения, то есть того самого бластного пропитывания, да? В клиническом анализе крови лейкоциты 46, бласты 55%, на мелограмме бласты более 90%, то есть все поле зрения почти выстилают. В биохимическом анализе крови уже признаки, так сказать, общего почечного повреждения, калий пока что нормальный был. Вот так выглядело его КТ, органы грудной клетки, вот здесь мы видим еще одну такую ургентную онкологическую ситуацию, так называемый синдром медицинальной компрессии. Вот видим тут левый главный бронх, почти полностью пережат опухолевую массу, само средостение увеличено, увеличено в размерах за счет увеличенных вот этих раздутых, пораженных бластным пропитыванием лимфоузлов, да? И, соответственно, сдавливает вот левый главный бронх. Если, так сказать, дело будет еще выше, на трахею распространится, ну, пациент будет уже страдать от асфиксией. Хотя у него и так для этого причин, для тяжелого состояния уже много. Так выглядели его почки, вот такие страшные, расширенные, огромные, пораженные бластным пропитыванием этим самым. Ну, было начато пожизненным показанием его лечения. И, значит, ну, здесь 27-го, 10-го, 2016-го, пожизненным показанием, значит, индукция по протоколу, повторяю, AL-MV-2015. Это такой химиотерапевтический протокол. Где-то в 12-10 он поступил, в 12-00, значит, после прегидратации и защелачивания, эндолюмбально, метатриксат, цитозар, пренезалон. Потом в 15-00 дексаметазон 2 миллиграмма, вот химиотерапия такая. В 17 часов начинает ухудшаться, прогрессировать ухудшение его общего состояния, тошнота, рвоты появились, многократный жидкий стул. Наблюдали его, там лечили. Ну, и в 22-00 в 10 часов вечера уже поступают в состояние, по сути, эндотоксической комы. Калий уже, значит, к 8 идет. Кретинин 389, мочевина, аллигурия. Там диагностирован, наконец, у него был синдром острово-лийца, опухоли. Ну, и в 23-е он фактически для проведения вот реанимационных мероприятий был переведен в отделение реанимации интенсивной терапии. Вот, ну, в срочном порядке уже это сознание, эндотоксимическая кома, сознание утрачено, там, дыхательная, сердечно-легочная недостаточность. Калий уже больше 8 из 6, значит, реанимационные, по сути, мероприятия, интубация трахеи, вылона тропная поддержка норадреналином. Еще какое-то время проводились попытки вот консервативного его лечения, пока разбирались с аппаратом. К успеху это уже, естественно, не привело. И, значит, 12 часов калия 10,8. Да. Вот. Начал был, наконец, гемодиализ. Вот тут приведены его параметры, то есть катеризация правой бедренной вены двухпросветным катетером 920-м. Би-Браун 9 Френч такой катетер для детей этого возраста. Ну, наш аппарат, модальность процедуры, веновенозный высокопоточный гемодиализ. Скорость кровотока 80 мл в минуту, больше катетера не даст. Скорость диализата 2000 мл, там, скорость ультрафильтрации 50 мл, там, антикоагуляция гепарином. Проточность процедуры 12 часов. Общий объем ультрафильтрации 600 мл. Ну, калий, основная задача экстренного проведения гемодиализа всегда сбить калий любой ценой. Ну, слава богу, он поддается этому, так сказать, мероприятию. Калий маленькая молекула, очень хорошо вымывается, через 2 часа уже он там с 10 до 8 снижается, да. ЭКГ сразу же нормализуется, при этом оно носило тот характер страшный, пилообразный, да. А на фоне вот снижения калия, на фоне гемодиализа сразу же нормализуется, соответственно, проводимость, ритм сердца. Ну, дальше стабилизация гемодинамика, включение натропной поддержки. К концу процедуры, там, калий нормальный, кретинин 150, размочился полиуре. То есть, с почки сняли нагрузку, и она, что называется, пошла. Ну, через 5 часов после завершения гемодиализа пациент экстубирован, через 2 суток пациент переведен в профильное отделение. Ну, вот здесь вкратце мы тут попытались изобразить всю ситуацию за этот день у этого пациента. То есть, вот в 10 часов он поступает, калий 4 и 3, в 10 часов утра. В 12 часов ночи, 0-0, да, калий 10 уже. Интубация трахеи тут, лактат он 11. Ну, соответственно, дальше после подключения гемодиализа сразу же все идет вниз, нормализуется. Дальше он был переведен в профильное отделение, где была продолжена химиотерапия по этому профилю. Сразу же увенчавшийся, кстати говоря, успехом. Вот здесь мы видим средостение сканы этого пациента. Видим, что сразу же, значит, оно уменьшилось по сравнению с этим. Синдром, медицинальный компрессионный синдром ушел. То есть, освободился левый главный бронх. Очень важно. Почки. Вот бластное пропитывание эти страшные. Здесь уже принимают вполне такой человеческий, нормальный вид. Ну, вот здесь фотографии этого пациента на тот момент, в 2016 году это было. Сейчас вот он выглядит примерно так вот, в прошлом году, в 2019. Ну, и позвольте выводы сделать краткие для себя и для вас. То есть, этот случай демонстрирует возможность критического развития синдрома острого лизиса опухоли, что требует высокой степени готовности к его интенсивному лечению, в том числе и с проведением эфирентной терапии. Одним из предикторов, указывающих на данный сценарий, при остром лифобластном лейкозе, являются признаки большой опухолевой массы, значительное увеличение размеров средостения, почек, ПКТ, что у нас было, высокая концентрация лейкоцитов, бластов, ЛДГ и признаки нарушения почечной функции. На этом спасибо за внимание. Продолжение следует...